Лекция по Шимадбхагаватам, первая песня, глава вторая, текст седьмой. Прочитана его божественной милостью, Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 21 апреля 1974 года в Хайдарабаде, Индия. Перевод. Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Итак, миссия человеческой жизни состоит в том, чтобы обрести знания гьяном и вайрагием, развить отрешенность. Гьяном — это понимание нашего истинного «я», кто «я». Будучи обусловленными, мы проводим свои дни не в гьяном, но в невежестве, как животные. Животные не обладают гьяном. Они идут дорогой жизни, отождествляя себя с телом. Собака думает, «Я — собака». «Я — тело». Она не понимает, собака она или кошка. Собаками или кошками называем их «мы», но при этом животное прекрасно знает «я — тело». Но это не гьяном. Возможность обрести это знание приходит к нам, когда мы перестаем быть кошками и собаками, когда мы становимся людьми. Тогда мы можем понять, «Я — не тело». В этом разница между кошками и собаками и людьми. Животные не знают, что они — не тело, что они — души. Это им неведомо. Они знают только то, что «Я — тело» и так или иначе должен удовлетворять потребности своего тела. Этим они не занимаются денно и ночно. Они трудятся, чтобы удовлетворять потребности своего тела, потому что у них нет гьяном. Но если говорить о человеке, то это не его предназначение. Поэтому Веданта Сутра говорит «Атхату Брахмаджигаса». Человеческая форма жизни, которую мы обретаем, пройдя долгий путь эволюции, перерождаясь в 8 миллионах 400 тысячах форм жизни, говорится «Идам Шарирам». Мы обретаем человеческое тело только после того, как много раз переродимся в других, более низких формах жизни. Нам приходилось рождаться во множестве форм жизни, чтобы, в конце концов, встать человеком. Поэтому человеческая жизнь не предназначена для растрачивания времени и сил, чем занимаются кошки с собаками. Вот что такое гьяном — прожигать свою жизнь, как животное. Значит, есть, спать, защищаться, заниматься сексом. Все это потребности тела. Все это общие принципы для кошек, собак, для людей. Но что значит быть человеком? Человек способен понять, в чем ценность жизни, в чем заключается проблема жизни и как найти решение этой проблемы. Вот что такое человеческая жизнь. Мы, как люди, не должны проживать свои дни, как кошки, собаки, просто все время занимаясь тяжелым трудом. В шастрах снова и снова дается это предупреждение. Человеческая форма жизни не предназначена для удовлетворения чувств, что требует серьезных усилий. Есть необходимо, но свинья питается отвратительной пищей. Она питается экскрементами. И весь день она ищет, где эти экскременты, где испражнения. Аналогично, если человеческая цивилизация живет по тому же принципу, ради еды человек трудится денно и ночно, то он ничем не лучше свиньи. Такую жизнь нельзя назвать человеческой. Человеческая жизнь должна быть спокойной. У людей должна быть возможность доставать себе пищу без особого труда, питаться нормально и в свободное время уделять сознанию Кришны. Вот что такое человеческая жизнь. не должно подавляться свиньям и собакам и посвящать все свое время поиску, наслаждения. Если мы так поступаем, то Кришна даст нам возможность работать с утра до вечера, с вечера до утра, чтобы обеспечить себе возможностью есть, спать, совокупляться, защищаться. Именно сейчас это и происходит. Мы этого хотели в Бомбее. Мы живем в шести зданиях, в которых живут квартиросъемщики, и они обеспокоены, потому что мы сейчас захватили эту землю, они думают, что Суамиджи нас изгонит отсюда когда-нибудь. Я сказал им, здесь нет моих детей, и моя бывшая семья не собирается переезжать ко мне. Если, допустим, я освобожу эти дома, в этом случае я наполню их своими преданными, так почему бы вам не стать преданными? Я же никаких денег с вас не прошу. Но они на это не соглашаются. Таково положение. Даже если вы предлагаете им, приходите к нам, живите с нами спокойно, принимайте прасад и повторяйте Харе Кришна, они не согласятся. У нас по всему миру 100 филиалов, по крайней мере, 10 тысяч человек. И мы не работаем, мы просто повторяем Харе Кришна и даем людям прасад. И мы не испытываем ни в чем дефицита йога к шэмам вахам яхам. В действительности нет недостатка в пище. Кришна так добр. Кришна, Господь настолько добр. Он кормит многие миллионы, триллионы живых существ. В Африке живут миллионы слонов. Кто их кормит? Кришна их кормит. Итак, эти экономические вопросы, вопросы перенаселенности, на самом деле не являются по-настоящему проблемами. Проблема в том, что людям недостает сознание Бога. Вот это проблема. Поэтому мы страдаем. Это не я придумал. Об этом говорил мой гуру Махарадж. Он сказал, я не вижу никакого дефицита в этом мире, кроме недостатка понимания Кришны. Вот и все. Это гьянам. Гьянам означает, что я не принадлежу материальному миру. Мое тело материально. Но я отлично от тела. Это гьянам. Я должен удовлетворять потребности своего тела. Я не должен им пренебрегать. Но мы не должны делать только это. Мы вечные души. У души есть свои потребности. И мы должны удовлетворять их. Тогда мы будем счастливы. И это возможно, как приписывается здесь. Прежде всего, гьянам и вайраги. Человеческая форма жизни предназначена для гьяны и вайраги. Гьяна значит вайраги. И вайраги недостижимо без гьяна. Это два взаимозависимых термина. Гьяна значит, что я не тело. И все, что связано с моим телом, также не является моей потребностью. Вот это гьяна. Как только мы понимаем, что совсем необязательно посвящать всего себя удовлетворению потребности своего тела. Это называется отрешенностью или вайраги без гьяны. Мы лишь думаем о том, как удовлетворять чувства. А тело состоит из чувств. Итак, из-за отождествления себя с телом, из-за агьяна, из-за невежества, мы посвящаем всех себя удовлетворению своих чувств. Это агьяна, агаммаметия. Весь мир преследует только одну цель — усложнение своих чувств. Мужчина и женщина, самка и самец, живут на основе этой идеи чувственного наслаждения. Поэтому, как только девочка подрастает или юноша подрастает, родители женят их. Потому что чувство, желание удовлетворять чувства очень сильно. Поэтому, согласно ведической традиции, или согласно системе человеческой цивилизации, человек должен жениться. Как только они женятся, чувство, желание удовлетворять чувства связывает их по рукам и ногам. Мы уже испытываем влечение. Мужчины испытывают влечение к женщине, женщины испытывают влечение к мужчине. И как только они соединяются, эта привязанность, это влечение становится еще сильнее. И затем ата-гриха. Как только они женятся, соединяются. Им необходима квартира, гриха. Ата-гриха. Кшетра. Кшетра. Земля. Угодие для того, чтобы выращивать пищу. Ата-гриха. Шуто. Чилля. Апто. Дети. Апто. Друзья. Ата-гриха. Кшетра. Сутапто. Витай. Деньги. Так живое существо запутывается. И ее психология, ахам, я, тело, и это собственность моя, это чувство усиливается, моха. Моха, что это значит? В действительности мне не принадлежит ничего. Потому что как только приходит смерть, мне придется сменить тело. Человеку приходится менять тело, и как только он поменяет тело, всему приходит конец. Его собственности, жене, детям, стране, обществу, всему. Кришна приходит как Мриттю. Кришна приходит как Шри Кришна, Шяма Сундара, Двибуджа Мурлидхара. Он приходит время от времени, яда и дахи дахармася, ради преданных. Преданные хотят видеть его, поэтому он приходит. Но к непреданным он тоже приходит, однако они не могут видеть его, но Кришна приходит как смерть. И тогда они видят, вот Кришна. Например, Нарасим Хадев. Пралад Махараж был преданным. Он повторял мантру Харе Кришна. Отец возмущался, почему ты повторяешь Харе Кришна? Какой Кришна? Где этот Бог? Такова психология атеистов. Они просто отрицают Бога, Кришну. Атеисты были всегда, как и теисты. Но люди верующие всегда видят Бога. Приманджана Чурита Бхакти Белочини. Это теисты. Санта. Те, кого называют теистами, те, кто достигли высокого уровня в преданном служении, именуются сантами, святыми людьми. Приманджана, потому что у них есть любовь к Богу. В предыдущем стихе говорилось «Савайпум сам паруд гармо». Необходима эта культура. Вы можете принадлежать к любой религии. Это не важно. Вы можете стать индусом, мусульманином, христианином, браманом кшатрием. Это не важно. Но, если вы религиозный человек, то ваша духовность определяется тем, насколько вы развили любовь к Богу. «Савайпум сам паруд гармо» – таков тест. В противном случае ваше вероисповедание бесполезно. Вы можете быть индусом, мусульманином, как бы вы себя ни называли. Но истинный тест в том, развили ли вы любовь к Богу. Вот чего мы хотим. Если у вас есть любовь к Богу, вы можете видеть Бога всегда, каждое мгновение. «Садайо» – значит 24 часа в сутки. Люди спрашивают, «Видели ли вы Бога?» Увидеть Бога не так трудно. Вы просто должны обрести необходимые качества. Вы должны обрести любовь к Богу. Тогда вы сможете видеть такой принцип. Если вы не развили сознание Кришны, сознание Бога, вы также можете увидеть Бога по-своему, как предписывается в шастрах. Например, Кришна говорит, «Расохангапсукантея прабхасми сасисюлья». Кришна говорит, «Я вкус воды». Вы пьете воду. Как только вы пьете, думайте, вот, Кришна, Он вкус этой воды. Разве это трудно? Это совсем не трудно. Прабхасми, шаши сурья йов. не забудет, но даже интенсивно он забудет. Как вы можете проверить, не забыли о Боге, когда пьете? Не намеренно, не умышленно. Но можете ли вы отрицать, что вы не видите солнечного света или лунного, как это возможно? Они говорят, «Вы видели Бога?» «Вы тоже видели Бога?» Потому что Кришна говорит про басны, шаши сурья йов, «Я свет солнца». Кто не видел света солнца? Вы должны начать смотреть именно вот так, в таком свете. Тогда, если вы помните о Кришне, то это то же самое, что видеть Его. Не думайте, что «видеть» означает видеть глазами. Духовное видение означает, что вы можете видеть, повторяя имя или описывая Бога, потому что Кришна абсолютен. Абсолютен. Вы можете воспользоваться любым из этих методов. Если вы слушаете о Кришне, вы видите Его. Если вы говорите о Кришне, повторяете Его имя, вы видите Кришну. Если вы думаете о Кришне, вы видите Кришну. Таков процесс. Это называется бхакти-йога. Поэтому говорится «Васудевы-бхагаватеем». Если вы научились практиковать бхакти-йогу по отношению к Васудеве, Кришне, поэтому о бхакти-йоге говорится «Шраванам Киртанам Вишно», не «Шраванам Киртанам» какого-нибудь политика. Это вам не поможет. «Шраванам Киртанам Вишно». Если вы слушаете о Кришне, если вы повторяете имена Кришны, говорите о Кришне, если вы думаете о Кришне, если вы пополняетесь Кришне, если вы занимаете себя каким-то служением Кришне, если вы все предлагаете Кришне, вы будете видеть Кришну 24 часа в сутки. Таков метод. Это бхакти-йога. Бхакти-йога означает постоянная занятость в сознании Кришны. Об этом сказано в Бхагаватам. Эти юноши и девушки, посвятившие себя бхакти-йоге, про них можно сказать «Сататам Киртайанту» Кришнам. Иногда вы ходите с этими книгами к людям, чтобы вдохновлять их становиться почетными членами. Нам приходится говорить о Кришне. Сататам Киртайанта. Они готовят для Кришны. Они танцуют для Кришны. Они поют для Кришны. Они говорят для Кришны. Они ездят по всему миру для Кришны. Все для Кришны. Это сознание Кришны. И это бхакти-йога. Каждый может применить эти принципы в своей жизни. Неужели это трудно? Если вы будете практиковать бхакти-йогу, так, практиковать сознание Кришны, то в результате джанаят-яшу очень скоро, потому что великие дьяни-йоги пытаются отрешиться от материального мира. Что такое система йоги? Йога, индрия, сам яма. Они практикуют яму, нияму, асану, дьяна, дхарана, пранаяму. Но в чем смысл системы йоги, мистической йоги? Развить отрешенность. Сейчас люди думают, что йога это просто для здоровья. Но в действительности практика йоги предназначена не для этой цели. Йога значит связь со Всевышним. Это йога. Есть разные виды йоги, но в Бхагавадгите сказано «Кто такой совершенный йог? Йоги нам апи-сарвишам? Тот, кто всегда думает обо мне. Харея Кришна. Повторяйте Харея Кришна, и вы всегда будете думать о Кришне. Смаранам. Это Бхагти-йога. Простая практика. Если вы повторяете Харея Кришна, ваш язык сосредоточен на этом, и ваш слух сосредоточен на этом. Это Самадхи. Вы тотчас же погружаетесь в мысли о Кришне. Это Самадхи. Практика йоги подразумевает Самадхи. Она приводит к Самадхи. И это Самадхи. Бхога Ишваря Прасактанам. Но те, кто слишком привязаны к материальному Бхога Ишваре, к материальному богатству, Апахрита, сбитые с толку. Они думают, что при помощи материального наслаждения, материального богатства они станут счастливыми. поэтому и говорится Апахрита, Чета, сам. Они не смогут. Но если вы практикуете Бхакти-йогу, движение сознания Кришны в этом и заключается в Асудеве Бхагавати, Бхакти-йога Прайорджита. Для чего? Для того, чтобы обрести гьяну и вайраги гьяном. Мы отождествляем себя с телом и со всем, что изошло из нашего тела, со своими сыновьями, дочерями. Я связан родственными отношениями со своей женой, поэтому сыновья, внуки, свекров, зять и так далее. Таким образом, мы обрастаем всевозможными связями. Не нужно отказываться от этого в одночасье, но необходимо связать это с сознанием Кришны. Поэтому, даже если есть привязанность, это называется юкта-вайраги. Юкта-вайраги. Этот термин ввел Шрила Рупа Гасвами. Это вайраги. Даже если я не могу, но Васудеви Бхагавати Бхакти-Йога вайраги будет. Если вы поклоняетесь своей семье Васудеви Кришне, то в чем проблема? Васудева не займет у вас много места. Вот Васудева Кришна. Даже если вы выделите ему небольшое место, вы можете установить божество Васудеву и предлагать ему свою пищу. Предлагайте Кришне Ягги Шишташна Санто. В конце концов, вам приходится готовить. Нет таких домов, где не готовят. Все готовят. Но готовьте для Кришны. Готовьте замечательный прасад. Это Бхакти-Йога. Установите божество. Не думайте, что божество нужно устанавливать только в храме. Почему? Не у вас дома. Каждый может это сделать. Кришна может прийти в вашу комнату. Маленькое божество, хотя он Вират Пуруша. Он может стать больше величайшего и меньше мельчайшего. В этом его величие. Каждый может практиковать Бхакти-Йогу, следуя руководству авторитетного духовного учителя, который знает науку Кришны. Учитесь у него. Это не трудно. Практика Бхакти-Йоги не трудна. В действительности этому следовали в Индии. В каждом доме у каждого было божество. По крайней мере у Браманов, Кшатриф, Вайфи, были божества. Радхи Кришны, Сита Рамы, Лакшми Нарайны или Нарайна Шила. В каждом доме им поклонялись. Но мы утратили свою культуру. Мы утратили собственную культуру. Возрождайте ее. Не теряйте возможности человеческой жизни. Практикуйте Бхакти-Йогу и сознавайте Кришну. И обретите успех в своей жизни. Такова наша миссия. Мы учим этому. Это не бизнес. Не думайте, что мы просим денег за то, что учим вас. Это бесплатно. Мы просим только о том, чтобы вы повторяли махамантру Харе Кришна. Вы ничего не теряете. Вам не нужно ничего платить. Просто делайте, как эти юноши. Пойте, танцуйте. Это учение Госвами. Повторяйте мантру Харе Кришна. Зачем вам ходить на какие-то танцы в другое место? Танцуйте дома. Организуйте свою семейную жизнь так. Вы будете счастливы. И тогда вы поймете, каково ваше положение. Это главная миссия человеческой жизни. Постичь свое положение. Санатана Нагасвами. Первый ученик Ши Чайтани Махапрабху. Когда он пришел к Ши Кришна Чайтани Махапрабху в Бенарисе, в Аранасе, в Каше, он был премьер-министром при Навапа Хусейн Шахе, он был великим человеком, но когда он встретил с Чайтани Махапрабху, он решил удалиться от дел и примкнуть к движению сознания Кришны Чайтани Махапрабху. Прагасвами говорится, они были великими лидерами Мандалопати. Мандалопати значит великие лидеры общества, потому что они были министрами, заминдарами занимали очень бедные посты и общались с представителями Высшего Света, но от всего отказались те, кто турном ашеше Мандалопати. Сада тучава, тучха значит нечто незначительное. Мы ищем возможности общаться в свете, прославиться там среди этих людей, но эти госвами, хотя и были министрами, они решили кем же они стали? Ради блага всего человеческого общества они облачились в одеяния отшельников отшельников как нашим политическом движении Махатма Ганди тоже носил такую простую одежду нищего на бедренную повязку как эти госвами это индийская культура они отреклись вайраге политическая вайраге это уже нечто иное политическая вайраге означает что я не хочу чего-то не хочу чего-то для себя но для своих сыновей для своих внуков для своих соотечественников это не такая вайраге вайраге означает васудевы я не хочу ничего для себя я хочу всего для васудевы в этом разница между политической подвижнической жизнью и духовной подвижнической жизнью итак эти госвами были духовными подвижниками вайраге дина значит бедная прослойка населения в массе своей люди очень бедные потому что они не обладают знанием о цели жизни им не хватает знания бедное означает бедное знание материальная собственность еще не делает вас богатым материальная приходит и уходит там ститикша слабхарата но в действительности никто по-настоящему несчастлив даже если у вас есть достаточно денег тем не менее вы остаетесь несчастным но люди этого не могут понять в действительности бедность это недостаток знания поэтому истинное богатство это обретение знания это истинное богатство таких людей называют браманами брама джанатити брамана поэтому браман пользуется уважением в обществе даже у царей такой была традиция в Индии потому что они были богатыми знанием так требуется богатство знания гьяном и вайраги вайраги тоже необходимо потому что мы запутались в материалистической жизни жизнь за жизнью я не знаю каким будет мое следующее тело начнется начнется следующая глава так проходит наша жизнь поэтому мы должны развить непривязанность к материальной жизни но люди настолько невежественны они не воспринимают это всерьез они думают да пусть идет как идет мы не против что случится то случится но это неправильно мы должны обладать знанием с самого начала бхагавадгита говорит об этом знании люди говорят красивые слова но все это связано с телом все вращается вокруг тела ашотчан если человек пандит то он не придает телу большого значения если же он глупец негодяй то его интересуют только вопросы тела вот что такое дьяна но этой дьяны можно достичь очень легко как как легко об этом также сказано в бхагаваджите если вы посвящаете себя преданному служению верховному господу кришне васудеве тогда васудеву кришна будет с вами он уже находится в вас не думайте что вам нужно искать васудеву где-либо васудева повсюду он внутри так же васудева находится внутри этой вселенной в вашем сердце и даже и даже ватами вы должны лишь отыскать его как же мы сможем отыскать как только вы посвятите себя служению васудеве с любовью и верой этому учит в сознании кришне с любовью и верой васудеву уже есть он знает кто вы такой вы не сможете его обмануть когда он поймет что сейчас вы серьезно намерены постичь его дадами буддхи йога он говорит я дам буддхи йогу буддхи йога это бхакти йога то значит буддхи йога это то при помощи которого господь говорит можно достичь меня об этом ясно сказано в 18 главе бхакти мам абиджанати поэтому буддхи йога это бхакти или бхакти йога потому что без бхакти вы не способны постичь кришну а здесь кришна говорит я даю ему буддхи йогу разум мой дорогой преданный пожалуйста делай это ты придешь ко мне поэтому говорится ахайтуки преданный все понимает без каких-либо излишних усилий каким образом потому что васудева дает ему разум не думайте что искренний преданный не обладает знанием он обладает совершенным знанием потому что этим знанием наделил его верховный господь изнутри как он это сделал например в случае с господом брамой он наделил его знанием позволяющим тому создать вселенную аналогично он он даст разум и вам тоже если вы станете искренними в служении васудеве и как только вы обретаете знания вы естественным образом потеряете интерес к материальным чувственным наслаждениям материальный мир подразумевает наслаждение чувств а духовный мир это мир где стремятся услаждать не свои чувства а чувства верховной личности бога вы должны научиться постепенно кому чем отличается материальное от духовного и это объясняется в читании чаритамрите прекрасно в двух строках похоть или кама материализм что это такое атмендрия притиванча когда человек желает удовлетворять свои желания это называется камой и кришнендрия притиванчха дагари премнама то же самое если вы хотите удовлетворять чувства кришны то тогда вы становитесь преданным посмотрите на поведение арджуны он сначала хотел наслаждать свои чувства он сказал дорогой кришна если я убью своего деда своего учителя дроначари как это возможно я не могу так поступать там же мои братья так он хотел наслаждать свои чувства но когда кришна рассказал ему бхагавадгиту после этого он спросил арджуны что же ты решил я течхачи татхакуру и тот сказал на что моха смритир лабда тват прасада по твоей милости сейчас моя иллюзия развеялась теперь я обрел свое изначальное сознание кришна что это значит мой долг удовлетворять тебя не свои чувства и вот тогда он стал преданным васу деви бхагаваки если вы посвящаете себя служению следуйте регулирующим принципам вначале вы обязаны следовать регулирующим принципам затем пробуждается спонтанная любовь все это должно появляться у нас это уже внутри вас вы лишь должны разбудить это каждый уже обладает сознанием кришны не подумайте что это нечто искусственное у нас уже есть любовь к богу потому что мы неотделимые части бога но сейчас это сокрыто из-за материального влияния очедита это как зеркало покрытое пылью вы не можете рассмотреть ничего там но очистите его и вы разглядите свое лицо точно так же бхакти йога путь бхакти йоги это очищение зеркала вашего сердца и когда оно гладкое и чистое вы увидите каково ваше положение каково ваше призвание и как вы сможете стать счастливыми все это придет поэтому мы просим отпишитесь к этому движению сознания кришны с большой серьезностью и постарайтесь применить занять себя в служении васу это очень просто даже если вы не способны ничего делать просто следуйте наставлениям кришны как кришна говорит вы пьете воду когда вы делаете это чувствуете вкус и вспоминаете что этот вкус кришна разве это так трудно совсем не трудно вы должны просто согласиться как только утром вы видите свет солнца вспоминайте что это кришна как только вы вечером видите лунный свет помните что это кришна что же говорить о том когда декламаторы ревет браманы поют ом тадвишно в парамам падам утром вы вспоминайте о это кришна это омкара таким образом думайте о кришне и ваша жизнь будет успешной спасибо вам большое